Третий год подряд Одинцовский округ занимает первое место в региональном рейтинге 45 по ремонту подъездов. 393 из них обновили в 2021 году. Успешно развивается электронный формат проведения общих собраний собственников многоквартирных жилых домов. Стартовал и новый проект по внедрению стандарта управляющей компании «Наш дом». В этом году началось внедрение нового стандарта управляющих компаний. Пилотным был офис Одинцовской теплосети в Ново-Ивановском. Стандарт подразумевает бронирование, организацию доступа и организацию детской комнаты. Соответственно, данный стандарт полностью внедрён у нас в Ново-Ивановском, Калинино-14. Теперь все 914 контейнерных площадок Одинцовского округа приведены к подмосковному стандарту. В прошлом году надлежащий вид обрели ещё 264 объекта. Это позволило округу выйти на первое место в рейтинге. А в рамках реформы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами реализуется проект «Мегабак». Пункт приёма вторсырья размещается в районе снегосвалки в Одинцове на Зелёной улице. Включает 12 фракций и работает ежедневно с 9 утра до 9 часов вечера. Ведётся работа по установке экопунктов. 16 экопунктов установлено на территории округа. 14 из них в школах, 2 на территории парков. Данные экопункты принимают пластиковую и алюминиевую посуду и выдают вместо них купону на скидки, либо на какие-либо товары у участников проекта. В рамках запущенного президентом в 2021 году проекта социальной газификации в Одинцовском округе было построено 43 километра газопровода. Полностью газифицировано 59 населённых пунктов и подключено к голубому топливу 766 домовладений. Также округ стал лидером среди других муниципалитетов по снижению задолженности за потреблённые теплоэнергоресурсы. Снижение произошло в размере 6%, несмотря на тяжёлую ситуацию с точки зрения экономики, что связано в том числе с пандемией и падением платежеспособного спроса населения. На 6% и 40 миллионов рублей удалось снизить задолженность за этот год. Кроме того, в 2021 году в рамках федерального проекта «Чистая вода» удалось завершить реконструкцию ВЗУ номер 1. За счёт средств муниципалитета модернизировать ВЗУ номер 2 и номер 7. Была запущена котельная номер 2 на Северной улице. Ведутся работы по реконструкции очистных сооружений в деревне Папушево. И эти работы продолжатся в 2022 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова